Всем здарова, ребята! На связи с Центурион и это уже 29 серия прохождения за Некроманта с Хубаксисом. Всем большое спасибо! Хотел сказать, кто пишет комментарии всегда, кто ставит лайки под видео, также кто поддерживает монетой, ссылочки в описании. Большое-большое вам спасибо! Увидимся мы сегодня уже в Долине Рудников. Сейчас я ускоряю время и валим через этот проход прямиком. Для чего я это делаю? Будет ночь, то есть мы пройдем в Долину Рудников автоматически в 12 часов ночи. Становится, по-моему, или где-то там в этом диапазоне. Активируем камень телепортации там и после чего будет супер имбоплан, который будет очень-очень кстати сейчас, так как мы отправляемся в не самое опасное место. Ну что ж, поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Просто включаем нитро. Здорово, печень. Нож в печень никто не вечен. Так, и погнали сюда. Маснуем. Машнуем. Машнить легко против печенника. Это, блин, не мракорисы или тому подобные существа. Поэтому проблем здесь быть никаких не должно. Просто у нас же надо... Даже без принта можно бежать. Они, в принципе, нас достают никак. Вот. И вот этот телепорт, он и ведет на плато древних. После чего Квасмердариону можно закрыть на то, чтобы... Что за древние руины вон такие. А они, вот они, пожалуй, кстати, самые древние руины. Так. Меч. Тут уже первые сборы пошли урожаем. Так, мясные грибы всякие. Так, тут у нас сразу тоже неприятная встреча сходу. Это ползун. Вонючий. Так, он прямо вот тут сбоку стоит. Вроде должен стоять. А вот он прямо здесь. И активный режим для Хубабы. О, Хуба его пробивает. Приятная новость. А мы его почти магией не пробиваем. Отлично. Фу. Ну, тут сразу, как видите, вот оно. Плато древних. Мы получаем опыт, когда... ...на него заходим. Заходим. Блин, тут еще выйти. Это тоже целое испытание. Ну, ладно, я отправляю Хубу в бой. В надежде на то, что он все-таки что-то продемонстрирует. Мощность какую-то против этих ползунов вонюющих. Отлично. На плато тоже зайти. Можно и при вращении ворваться. Можно и прямо так зайти. Так, вот 3000 опыта. Да, вот такие пироги. Плато не самое приятное. Так, что хочу сказать. Это юнитор вот здесь лежит. Его подбирает огонек. Этим юнитором можно все ключевые места подключать. У них есть пятисталы. И они подключаются. После чего с этого места можно телепортироваться на любое. Древняя карта здесь также лежит. Поверьте, эту карту на ней понять что-то крайне тяжело. Хотя можно в неком смысле ориентироваться, где мы находимся. Сейчас я покажу эту карту. Чтобы было наглядно, понятно, что она не самая понятная. Вот, древняя карта. Ну, вроде и понятно. Хотя мы отображаемся вот на карте сверху. Это тоже как бы некий плюс, возможно. Но такое себе. Карта однозначно средненькая. Тут сразу нужно активировать себе вот это. И сейчас будет... Просто один каньон нужно посетить. Все, что я хотел сделать в этом месте, чтобы упростить себе немного жизнь в дальнейшем. Так, ползунки. Ползунки мы их выносим на урам. Было чаще критовать, конечно. Криты вообще спасательные здесь. Очень круто дымажат. Но криты прям редкость в наши дни. Криты вылетают раз на тысячу лет. Хорошо. Нам нужно конкретно вот этот бочный каньон войти. Тут есть босс. Качалки. Вот. И у него есть тот самый меч, который нам нужен. Ставляемся прямиком к нему. Вот его отсюда даже видно. Прямо по курсу стоит. Так. Но нам пока он не нужен. Нам нужно тут расчистить окрестности. Хубу я направлю на этого. А с мумией сами разберемся. Хорошо. Бацилами стреляет. Из неприятного. Хуба разбирает уже обычных скелетов на ура. Здесь не может это не радовать, естественно. Мне кажется, это вообще прекрасно. То, что он может что-то сделать против наших противников. Самых неприятных. Это нежить. Наша цель это не босса агрить. А просто все. Босс не сагрился даже. Все. Вот оттянуть все от него. И самого босса потом забайтить. Вот эти хубы пробивает больно. Но это уже более тяжелый вариант скелета. Цветок кактуса здесь растет. В будущем по квесту понадобится. Еще один в оазисе есть. То есть аж два цветка у нас растут. Проблем их добыть на плату никаких нет. Тут нам нужно сделать три выстрела. Один, два, три. Все. Он даже не успел отреагировать. Что это было? А было это больно. Так, хуба пока разбирается с нубасиком. Мы себе тут ману пополняем. О, блин. И хуба полетел драться против босса. Но это даже не хуба его наказал. То есть не босс наказал хубу. А скорее вот этот скелет. Который не скелет, а зомбак. Они бьют максимально больно. У них свыше тысячи урона. Стычки. Немало. Так, этого расчищаем. Отлично. И остается вот этого последнего добить. Хотя нет, еще один есть. Хорошо. Вот. Кайма древний дух пустыни. В честь одного стримера назван. Вот еще. 15 тысяч опыта. Так, отлично. Ну и погнали. Этого добиваем. В принципе это все. Все. Силу плюс один, кстати, за зомби получаем. Зомби, мумии. Это все одна тема. Так, мы будем смотреть, что хуба вообще может. Он хубу почти не пробивает. Будем реалистами, он хубу почти не пробивает. Да, да мы тут с хубой его просто разносим. У него есть тот меч, который мы ищем. Так. Так, так, так. Аккуратно. Он сейчас переключает магию. Он сначала кулаком стреляет, потом перезаряжается на... На смерч. Под конец. Так, хорошо. Давай хуба, добивай его. Да хуба его просто... О, хотя он на смерч переключился. И урон сразу поднялся. Очень сильно. Отлично. Две с половиной тысячи опыта за этого экземпляра нам насыпают. Вот и хуба пригодился. Хотя он из-за мага легко убивается. Вот этот меч, который я хотел забрать у него. Также у него ключ. Алмаз есть. Ключ от сундука. Но пока не будем открывать вот эти сундуки. Почему? Потому что будем плато проходить, будем сундуки уже открывать. Сейчас не хочу тут ничего лишнего делать. То есть я только за мечом сюда пришел. Надо только спросить. О, давайте еще этого червяка замочим. Посмотрим, насколько этот червяк сильнее своих сородичей, которые на болоте живут. А он не сильнее ни разу. Такой же нуб. Отлично. Вот. Тут можно еще хотеть фармить, там все добирать, все необходимое. Но это уже позже. Смотрим на урон. 492 урона. А также полторы тысячи от уничтожения нежити. Теперь берем новый меч. Вот такой вот. Выглядит красиво. Так. Сколько там? 492 было. 551. Нормас. 1500. 1575. Я думаю, оно того стоило. Пройти сюда, забрать вот это дело. Сохраняемся. Отправляемся обратно в долину рудников. Это все, что я хотел сделать на плато древних. Только этот меч. В будущем мы сюда, конечно же, вернемся. И будем проходить это плато прям залпом тоже. Я думаю, хубо сам это плато переедет, если мы его нормально раскачаем в долине рудников. Да и не только. Тут куча мест, которых можно посетить. Так, тут ничего нового нет. Наверху есть стоянка тролля и солнечное алое. Я думаю, оно того стоит, чтобы просто пойти это забрать. Урон тем более у нас вырос существенно. Так, включаем огонек. Не забываем. Солнечное алое у этого тролля. Он прямо на нем стоит. Вызываем хубабу. И отправляем его на ударную позицию. Что он? По 112 урона. Ну, на секундочку. Да и я по 400 стреляю. 600 скрита. Блин, вот что происходит, когда, блин, качаешься. Когда качаешься и правильно прокачиваешься. В долину рудников входишь. Даже на кошмарном сне. И никаких проблем ты при всем этом не испытываешь. Тут вот оно. Солнечное алое растет. Вот куба разбирается с гоблинами наверху. Эти гоблины охраняли сундук. А в сундуке есть табличка на ману. Могу ошибаться, естественно. Но вроде нет. Вроде там есть табличка. Длинный лук. И табличка на ману должна быть. Да, скрижаль хп. Перепутал. Но хп, мне кажется, в моем случае это даже лучше. Кстати, могу прокачивать. 1, 2, 3, 4. 40 хп прокачиваем за СНК. Теперь СНК новый немного по-другому работает. В принципе, принцип тот же. Но специальные вещи покупаются у Зуриса, например. Которые стоят 100 золотых монет, чтобы прокачать какой-то перк. Вот там не только урон нужен, а еще и эти вещи. Это в новом СНК. У нас немного упрощенный вариант. Хотя, видите, так экономика в данной сборке так построена. Что тоже неплохо. Не скажу, что плохо так. Вот. Иди атакуй. Хуба вот с этими мухами, мне кажется, могут быть проблемы у Хубы. Да. Хубу они жалят просто больно. Да, это забей. Эти мухи его разводят, как и меня, в принципе. Кто это такое? Добей ее. Отлично. Да нифига. Ну да, мухи это больное место Хубы. Блин, тут еще в эту муху попасть прям целый челлендж. Отлично. 74 кровотока от Хубы. Surprise, surprise. Глаз-алмаз. Тут есть квест Тайные тропы. Сейчас мы его забираем у Ергана. Эй, ты кто я? Твоя бабушка. Отлично. Так. Пропавших людей. И он говорит, есть тропа, которая ведет под землей, которую когда-то люди Гамеза вырили, чтобы эвакуацию сделать. Не знаю, что это такое, но такая тропа где-то там есть. И в этой тропой мы сейчас собираемся воспользоваться. Но чтобы он рассказал нам о той самой тропе, он просит нас разведать что там с паладином. А паладина уже орк съел, как видите. Он уже вон лежит. Отдыхает. Орка защиты нет, я так понимаю, от магии ни разу. Отлично. Его выносим. И паладин Орик тут валяется, отдыхает. Кольцо Одрика. То есть Одрик. Почему-то Орик. Орик это там Одрик и Орик. Ну, в принципе, логично. Одрик это вот этот, а Орик это, который в замке стоит. Вот. Но это его брат, как бы логично тоже. Так, Ерган. Тропы мрака. Он говорит, вот тут прямо, вот там вот-вот-вот есть пещера. Ныряешь туда и там будет все, что тебе надо. Окей, бро, спасибо. Не зря за этим мечом сходил. Урон просто нереально поднялся. Блин, без этого меча мы бы тут сейчас, конечно, пыхтели бы нереально. Ну, а так с этим мечом игра прям пошла. Даже, блин, этих уже пробиваем. Давай, Хуба, фас. Хорошо, хорошо получается. Сейчас в тропы зайдем. Там есть две тропы. Нам одну нужно выбрать. Хуба, видите, регенится с ударом. Ну, в принципе, если пропускает удар, то это мега больно для него. Ну, и там кровоток неслабый от Хубы прилетает. Так, хорошо. Не обязательно вот то бить, что я сейчас бью. Но ради опыта почему бы и нет. Так, и для Хубы тоже не дурно будет. О, давай Хуба взять. Интересно, он его сможет вытащить? О, я попал разок. Помог. Там еще один. Осторожно, Хуба. Там еще один. Так, ладно, все. Сделали то, что надо было сделать. Сейчас отправляемся в те самые подводные тропы. Да, урков тут немало находится. Но есть как есть. Так, хотя зачем я Хубу-то выключил? Хотя, ладно. Ныряем под воду. Вот тропы мрака. Запись обновляется. Кто-то кого? Хуба против Нубаса. О, Хуба уже и таких пробивает. Не зря, не зря, не зря качал. Все-таки, блин, вот сейчас начинаешь убеждаться, что этот Хуба что-то может. И это не предел его возможности. Это только начало его пути дикого. Так, и вот тут есть подводная пещера, которая ведет в замок. Та пещера нам не нужна. Тут больше ничего такого нет. Хотя эта пещера разделяется на две. Два пути. Налево это к паукам, направо это в замок. Паука мы пока не пойдем. У нас урона не так уж и много. Хотя можно пауков пройти в теории. Но там Хуба сейчас застревать будет. Там сейчас, короче, дикая дичь будет происходить. Поэтому я пока не склоняюсь к этому делу. Тут место неприятное. То есть это такой скример называется. Скример-место. Призываем сюда Хубу. Включаем его в активный режим. И просто вперед и назад. Звук происходит и появляются боссы-качалки. Которые Хубу просто на части разрывают за две секунды. Вот такие они. Нужно понимать, что все эти мобы, которые тут обитают, для меня это все один удар. То есть я... Максимум, что мне поможет, это зелье защиты от удара. Все, что мне может помочь в данной ситуации. Так-то оно еще... Иначе это смерть просто сходу. По-моему, еще один ходил. Вот он. Куда ты идешь? Ну, отлично. Хорошо. Двигаемся этим проходом. Тут живности-то достаточно всякой. Например, вот такие типы, которые рыли, я так понимаю, этот проход подземный. Интересно, а чем выгоднее стрелять-то? Блин, эти ветки, ничего не видно. Вы знаете, выгоднее, блин, даже не знаю, чем выгоднее. Примерно одинаково получается. 120 опыта с каждого. Ладно, заправляем ману и двигаемся. Дальше тут их уже немного, вроде. Хотя как немного, тут еще несколько штук будет. Вот один из них. Раз, два, три, четыре. Отлично, но критуешь нормально, три удара получаются. Даже выгоднее, если хоть один крит прокает. Еще один. Это, по-моему, ласт. Да, это был ласт. Все. Тут у нас есть немного нычка. Щереп, кошелек, темные грибы. И выход наружу. Нас встречает старый друг. Называется Уистлер. С первой готики. Он спасся, спрятался. И как-то умудрился спастись. Не знаю как, но, в принципе, он здесь. Так, тут больше никаких нычек нет потайных. Молотки. Короче, всякая мелочевка только лежит. Дальше все собираем. Ну вот, мы уже в замке, собственно говоря. Есть ли у меня плитка-активатор? Ну, там она лежит, тем не менее. Есть ли у меня еще плитки? У меня даже плиток больше нет. Выходит, да? Да. Плиток нет. Придется добирать сейчас ту плитку. И тут включится телепорт. Обычно, так, эта дверь взламывается, если что. И здесь валяются еще там золотые вазы. На самом деле, тут еще сверхъестественного нет. Всякая мелочь только лежит в этом. В этих подвалах. Мелочи плюс Уистлер. Тоже мелочь. Так, и тут тоже ничего нет. Все. Вот мы и пришли. Всем привет. Мы пришли в замок. И сейчас в замке будем делать движуху. Первым делом, что я хотел бы сделать, это активировать телепорт в замке. Заходим сюда. Заходим наверх. Забираем плитку, рудную, активатор. Обязательно. Этот сундук откроется уже в четвертой главе. Можно пообщаться с Милтоном, естественно. Ночь сейчас, значит, Милтон у нас в правой комнате. Да, вот он. Вспоминаем его, вспоминаем друзей всех. Ну вот такие вот дела. Диего. Так. Все, все, все стандартные диалоги. Пойдем освободить горно. Каковы твои обязанности? В принципе, это все. Что я хотел с ним сделать. Горно мы будем освобождать чуть позже. А сейчас наша цель это активировать телепорт в замке. Чтобы уже себе спокойно в любой момент сюда прилетать. В сундуках ничего полезного тут нет. Модного. Будут сейчас сундуки, которые модные. Итак, ключ от склада. Давайте начнем. Где ключ от склада? И как пронести этот замок? Просто многие спрашивают, что... Ключа нет. Непонятно, где этот ключ. Раньше он лежал вон там на вышке наверху. Теперь этот ключ лежит здесь, ребята. Ключ от склада лежит вот. Ключ от склада. В этом месте. Этот сундук мы тоже сейчас откроем. То есть теперь это все проще. Ну, может проще, может сложнее. Но в принципе проще, я бы сказал. Он находится прямо здесь. И сейчас обнесем этот полностью замок. Еще один ключ. Можно либо своровать у паладина. Если у вас нет воровства. Мы его не учили. Его можно всегда купить. Это ключ от мини-склада. То есть вот там есть склад. А дальше еще одна дверь есть. Эта дверь отпирается как раз таки вот тем самым ключом, который мы сейчас тут возьмем. Если у меня магическая руда. 30 кусков. Это хорошо. Прям все можно выучить. Теперь компоты учатся не за руду, а за... Так. Компоты за ЛП учатся, если что. Готовка еды. Но у нас еще за руду. Так. Научи меня варить. По 10 кусков. Все. Научились компотики делать. Так. И он сейчас сам с нами заговорит. И он стырил ключ. А ключ как раз таки за 10 кусков продает вот. От внутреннего помещения склада в замке. Еще плюс один ключ у нас есть. Это хорошо. Дальше двигаемся в эту сторону. У нас есть по сути уже все ключи, которые необходимы. Тут ничего модного нет. Тут просто всякая мелочь лежит. Железный слиток и т.д. и т.п. Ничего сверхценного здесь не наблюдается. Компоты можно сразу заварить себе. Похлебки можно. У нас грибы еще есть дополнительные. Найс. Хорошо. И мы делаем 19 компотов. Это на секундочку 133 здоровья. В будущем это больше здоровья будет. Потому что компоты будут давать больших. И по чем дают это сейчас. Так. Плюс магия защита. Немного энергии. Да. Плюс 7. 133 здоровья. Шикарно. Просто шикарно. Вот. Вот они компоты. Вот для чего ребята нужно дикие и обычные ягоды собирать. Сейчас на взлет пойдем. Потому что когда герой пьет, видите, он начинает постоянно вперед смещаться. И у нас уже наконец-то 800 плюс хп. Найс. Поздравляю нашего героя с этим достижением. Теперь отправляемся наверх. Тут идет челикс один идет. Правда я его не вижу как-то так. Он меня не спалил случайно. Где он? Торговцы. У него... Я могу ему сдать ключ, но я не буду сдавать ключ, чтобы самому открыть это помещение. Этого чела убивать я не буду, естественно. Я бы его усыпил. Потому что он смотрит, как я ворую. А это не надо, чтобы он это видел. Так. Вот тут еще один ключ. Ключ Гамеза. Это откроем самого Гамеза этим ключом. И все. Тут есть хлеб в сундуке. Ну такая мелочь. Есть мед. Кстати говоря, мед. Так. И сюда отправляемся. Вот так вот нужно обнести замок. Но просто кто-то не знает, где ключи находятся. Так вот я не буду тут ускорять. Поэтому я тут не ускоряю. Я стараюсь показать все это дело. Весь лут плюс-минус показать. Что тут лежит. Вот. И легкая рыба. Там отмычки есть. Ничего ценного здесь нет. И отправляемся тут наверх. Раньше вот ключ, который лежал там справа от удара, на башне, лежал именно здесь. И поэтому все вот тут сбоку он лежал. Теперь его здесь нет. Тут скрижа жреца из полезного находится. Ну и на продажу куча всякой мелочевки. Так. И теперь нам остается в этом помещении, по сути, у нас остается только склады грабить. На складах есть полезные вещи. Так. Я не в ту сторону пошел. Перепутал. Так. На складах есть полезная вещь. Есть квестовая вещь. Так. Тут у нас кусок руды лежит. Точно помню. Да. Кусочек магической руды. А также шнапсик. Забираем. Что тут можно украсть? Ничего полезного. Меч ополчения. Стальная заготовка. Ну может кому-то пригодится. Так. И вот здесь дверь. Во-первых меч. Меч харта. Он понадобится нам. Он квестовый. Тут самый харт находится. Это не фарт-харт. Разбойник. Это харт который из города орков. Тут куча сундуков есть. Большая куча. И вот ключом который мы нашли. Купили у повара. Отпирается вот эта дверь. Ключ Гамеза. Этим ключом отпирается сундук один. Я сейчас вам тоже покажу. Здесь ничего ценного нет. Руническая так. Только есть чаша рудного оборона. Это квестовый предмет. Который нужен по квесту. Для этих самых воров. Вот. И это в принципе все. Так. Следующим ключом который мы там подобрали. Подобрали. Отпирается вот этот сундук наверху. Вот такая вот нехитрая тема. С этим замком. Тут куча всяких таких вот прям движух. Здесь ничего ценного нет. Просто три куска магической руды. Пару монет старинных. Раньше когда-то давным-давно здесь лежали доспехи рудного барона сломанные. Сейчас эти доспехи не сломанные. Находятся в форте на горе. Там где каменный дракон обитает. Поэтому нам пока туда не надо. Ну а теперь отправляемся уже спокойненько вверх грабить. Как раз таки все выспались. Все разошлись. И наша цель это забрать все что тут лежит. Во-первых здесь у нас книги будут лежать. Вот тут книга. Еще один ключ Гамеза. Ключей прям много. Эту дверь обязательно открываем. И желательно может закрываем. Чтобы нас палатин не спалил. Учение богов тон 3. Том 2 в башнях Сардаса читается. Старый башнях Сардаса. И том 1 в сундуке также в старый башнях Сардаса. Если все три тома прочитать. Мы получим хороший бонус. В виде 20 хп. Так. Тут у нас еще зелий целый. А то наваляется. Все это тоже пылесосим обязательно. В порядке. Так. Паладин не смотрит. Всегда это нужно учитывать. Когда тут бегаем. Потому что если он увидит. То тревогу. Подключат. И будут за нами тут гонять. Так. И вот ключи. Которые мы также находили. Открывает еще вещи вот здесь. Отмычка. Вот эту дверь открывает. Собственно говоря. Так. Хуба где-то летает. Битва при Варанте. Два тома мы нашли здесь. Если их два прочитать. То владение одноручником. Плюс двуручником. Плюс опыт. Вот. Отлично. Инта. Опыт. Здесь также учение богов. Плюс инта. Читаем. Читаем. Уже три инты получили. И тут вот появляется. Тут есть точнее труп Гамеза. Если быть более. Когда мы его выносим. Появляется призрак Гамеза. С ним не нужно ничего базарить. Пока он бессмысленно просто стоит здесь. Он пригодится в будущем по квесту. Дильдии торговцев. Поэтому такие вот дела. Дальше отправляемся наверх. Блин. Кто так с утра звонит. Само. Так. Магическая руда. Это не просто магическая руда. Тут и черная руда. Это книга. Магическая руда. Вот она. Она продается у Сандрила. Либо же такую можно вот здесь найти. Интеллект. Опыт. А также. Когда мы будем копать. Руду магическую. Или обычную. Расход выносливости будет снижаться. Вот такое вот эта книга добавляет. Тут еще старинные монетки. Пылесосим. Лезем на сам верх. Наверху есть табличка. На здоровье. Поэтому мы лезем аж так высоко. Ну хуба появился. Так. Вовремя. Вот. Этот сундук открывается в будущем. Мы его откроем. Но это будет намного-намного позднее. Тут ничего супер крутого нет. Но пойдет. Короче говоря. Ну вот так вот. Замок рудных баронов был полностью обнесен. Ограблен. Есть еще там отделение. Вот там прямо есть. Но тут ничего уже супер ценного нет. Есть чисто сундук. Один. Потом мы его откроем. И в принципе это все. Теперь входим в сам замок. Гарунт. Откуда ты взялся? Так. От лорда Хагена я прибыл. По поводу уистлеров. Так. Подожди. У меня важная просьба. Хм. У нас почти закрыт. 50 мяса, 50 рыбы. Я принес еду. Получаем эликсир жизни взамен. 50 мяса, 50 рыбы. Сырого мяса обязательно. Почему ты не отправил людей на другие шахты? Потому что тут есть... Берем очередной квест. Это шахта, которая в новом лагере была. Ее нам нужно разведать. Так, он отправляет. Так, все стандартно. Карту получаем. Я хочу освободить Горна. И за это мы тысячу золота просят. Потом освободим. И дает еще один квест. Что группа паладина Венсера также куда-то пропала. В чем дело? Квест самый обычный. Есть какой-то подозрительный орк, который ошивается прямо у этой трещины, где Таран стоит. Его нужно завалить, квест, и доложить об этом ему. То есть квест достаточно простой. Так, рудокопы и руда. Как обстановка? Сколько драконов? Тут все стандартные базары. Так, рудокопы. И поручение. Это тактическое преимущество квеста. Убить целую толпу орков, которые появляются. Я даже сейчас скажу, где они появляются. Вот если отсюда смотреть на Уршака, там есть уступы. Они на этих уступах появляются. Квест важный. Его пройти в будущем обязательно нужно. Орик. У меня есть известие для тебя. Твой брат умер. Хорош. Так, я отправляюсь к шахтам. И он просит принести ему статуэтку Иноса. Вот. За это даже карма Иноса повышается. Статуэтка Иноса отдаем. Все квесты разбираем. Группы старателей нужно найти. Кучу всего в долине рудников нам предстоит сделать. Реально большая куча всего нас ожидает. Так, заберем еще этот сундук. Вот такой вот еще сундучара есть. Даже два сундука, по-моему, да? Да, первый. Яблочный забавный тут есть. И вот здесь у нас есть еще один сундук. Магическая руда есть в нем. Ну, кулак ветра. Ну, в принципе, магическая руда кусочек был. Неплохо, неплохо. Ну вот, это пока все, что я хотел сделать. Пойти Уистлеру доложить о том, что его теперь могут в замке приветствовать. Может не прятаться, может не бояться. Все будет хорошо. Так, это мы ему сейчас прямо и расскажем. Уистлер. Ты можешь вернуться. Призрак в беде. Отлично, за эту награду мы ничего не получаем, конечно же. Хотя мог бы нам свой старый добрый меч выдать, который мы ему в первой части купили. Итак, чтобы дальше продвигаться по этой местности, не самой хорошей, нам надо плитки телепортации. Которые можно либо же найти, либо купить у лютерам. Но я покупать их не собираюсь, поэтому я буду их находить. Отправляемся первым делом на мухи. Муха у нас должна быть, если не ошибаюсь. Нет, мухи закончились, к сожалению. Отправляемся тогда на Мракорисе. На Мракорисе нам нужно к старой башне Ксардоса. Нам самые важные ключевые точки нужно подключить. Первая из них это старая башня Ксардоса. Поэтому бежим прямо к ней. Там заберем плитку рядом. Там заберем все, что валяется. Царский щавик у пещеры. Короче, погнали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Том Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, давайте прочитаем язык орков Выучим бесплатно без ЛП Плюс Инта Во-вторых, эту книгу, которую мы нашли В том первое учение богов Плюс 20 здоровья То есть все три тома мы прочитали 20 здоровья получили Ну и серебряный двуручник Тут это не для нас, это для воинов Так, телепорт я внизу, по-моему, активировал Если не ошибаюсь С этой точки мы в кучу других точек Будем отправляться, естественно Да, телепорт я здесь активировал И на этом, в принципе, мы будем На сегодня прощаться Хотя нет, не будем прощаться Гоу, наверх, еще гоблина Есть квест гоблина Мы наверху, на башне Ксардоса Подобрали свиток изгнания Этот свиток можно также Попросить еще один такой у Ксардоса Подходим к гоблину Он не реагирует никаким образом Бьем И он реагирует Так, он говорит, что Ксардос Его эксперименты проводил и оставил Вот, странное существо Свиток мы подобрали Я нашел свиток изгнания Теперь нажимаем на свиток Гоблин исчезает Сундук открывается В сундуке есть полезные вещи Во-первых, это Хершар И Перманент Хершар это гоблинское Улумуло Оно пригодится в одном месте Это плато древних Там награду можно хорошую вещь будет получить Поэтому гоблинское Улумуло мы забираем Эликсир ловкости И нас кп, который мы нашли Выпиваем И в принципе Можно также заюзать Весь урон, который мы получили Сегодня Это еще Здоровье Можно заметить Как за сегодняшний выпуск Здоровье мы существенно подняли Мана не сильно поднялась Но здоровье Поднялось На должный уровень Также у Милтона Можно золото за горна попросить Кошелек горна находится Тут неподалеку Тоже его как бы забрать можно И у Диего еще Запрос сделать Так И постоянный Один щавик был найден В принципе Это пока все Бальзам можно заварить себе Так Да, бальзамчик Бахаемся бальзамчик Выпиваем Плюс 3 маны И выпиваем Плюс 4 маны Того 671 поинт маны Кучу прокаченного хп за сегодня Почти уровень Кучу собранного лута Который нам пригодится 5000 до следующего уровня Всем большое спасибо Ребята Кто смотрит Кто поддерживает Увидимся уже На следующем выпуске Всем добра Всем до встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok